Все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в программе «Новое зрение» на канале Бук ТВ. Добрый вечер, друзья! Нашу программу мы посвящаем каждому из вас, потому что очень хотим, чтобы самые простые правила и рекомендации сделали вашу жизнь здоровой и по-настоящему яркой и интересной. На протяжении полугода, а именно столько выходит в эфир наша передача, мы рассказывали вам о клинике «Новое зрение» и о ведущих специалистах офтальмологического центра, которые помогают диагностировать нарушения зрения и избавляют от них, используя самые современные методики и технологии. В «Новом зрении» работают действительно настоящие профессионалы, которые действительно способны сделать все, чтобы ваше здоровье кардинально улучшилось. Среди людей, оценивших работу клиники и оставшихся благодарными брещания гостей нашего города, о них мы рассказывали и показывали в нашей программе. Давайте еще раз послушаем, что говорят пациенты о специалистах клиники «Новое зрение». Я вообще не мог только в очках и то плюс три только читать. Сейчас я уже могу левым глазом читать. Зрение у вас сложного нравится. Работу оцениваю хорошо, все делают прекрасно, люди приятные. Хорошо, что появилась такая клиника. Сейчас зрением я вижу так, как младенец, так, как в детстве. Хорошо, спасибо всем врачам. По сравнению с тем, как я сюда пришел, то результат как бы значимый, впечатляющий. Вижу восемь строк. Ожидание было страшнее, чем то, как все прошло. Большое им спасибо. Низкий, низкий поклонник. Дай Бог им еще много-много работать и помогать людям. Открывать глаза людям. И это лишь малая талика тех благодарственных отзывов, которые адресуют пациенты. Докторам «Нового зрения» уже не одна сотня человек доверяет этой клинике. И этот приобретенный статус доверия накладывает на специалистов медицинского центра огромную ответственность. Именно об этом говорили на первой конференции врачи-офтальмологи из всех регионов Беларуси, члены большой команды медицинского центра «Новое зрение», собравшиеся в городе над Богом, чтобы проанализировать отдельные аспекты организации офтальмологической помощи, поделиться опытом, узнать что-то новое из практики коллег, и, конечно же, увидеть филиал клиники в Бресте, являющейся своеобразной лабораторией, где сконцентрирован весь наработанный не одним десятилетием опыт специалистов медицинского центра «Нового зрения». Я хотел бы отметить то, что клиника «Новое зрение» в Бресте, медицинский центр в Бресте, это наш филиал, который открылся относительно недавно. И вот эта конференция, которая сегодня была проведена, это своего рода знакомство, знакомство с докторами, с нашими коллегами, которые работают в Бресте, в Брестской области. Мы хотели бы донести до нашей аудитории сегодня те методы, те возможности, которыми мы располагаем. Мы представили те наши достижения, которые имеются на сегодняшний день в наших докладах, поскольку действительно клиника развивается постоянно, медицинский центр растет и в научном смысле, и в практическом. Действительно у нас много достижений, есть чем гордиться. Здесь клиника в Бресте, ее можно по праву назвать «жемчужиной», потому что здесь много очень и архитектурных, и технологических решений, которые направлены в большей степени на комфорт. На сегодняшний день, если когда мы открывались в 2000 году, открывали хирургию контракты, было очень важно дать хоть какое-то зрение. Потом надо было дать хорошее зрение. На сегодняшний день это все необходимо сделать в комфортных условиях, и с наименьшим повреждением, скажем так, психосоматики пациента. На данном этапе времени мы все время оглядываемся на Европу. Ничем мы от той Европы в оснащении не отличаемся. А вот видение человека, что все делается для человека, и мы лечим не болезнь, а человека. Здесь таких условий, в белорусских клиниках таких условий, как в Брестских, нет. У нас это абсолютно такой жесткий подход. Везде оснащение технологическое, именно для выполнения операций, для септики, антисептики, оно не отличается. Это оно одинаково, как в Минске. Но вот условия комфорта, пребывания, логистики здесь самые лучшие. Современное оборудование позволяет своевременно диагностировать и лечить самые различные заболевания, вне зависимости от того, на какую процедуру пришел пациент. На диагностику или лечение, лазерную коррекцию или на операцию по удалению катаракты. Он гарантированно получает квалифицированную помощь. Мы можем предложить пациенту самый простой способ поправить зрение. Это лазерная коррекция. За 20 лет существования метода лазерная коррекция прошла путь от научного открытия до сугубо персонализированной процедуры. Это когда доктор вместе с компьютером рассчитывает программу коррекции для каждого пациента индивидуально. Это, естественно, дает максимальный результат для пациента. Острота зрения выше единицы – это для нас уже скорее норма, чем какой-то бонус для пациента. Плюс результат очень прогнозируем и долгосрочен. Илья Петрович, сколько уже пациентов прошли такую операцию, как лазерная коррекция? Ну, если брать филиал клиники «Новое зрение» в Бресте, то счет уже идет даже не на сотни, а на тысячи пациентов. Жители Бреста и Брестского региона, наверное, высоко оценили качество нашей работы, хирургической деятельности, потому что каждый довольный пациент приводит, как правильно, еще несколько своих родственников, близких, соседей. И с каждым месяцем наша хирургическая активность растет, объемы хирургии растут. Нужно сказать, что в один операционный день проводится от 10 до 20 вмешательств по поводу хирургии катаракты. Результаты хорошие, пациенты наши очень довольны. Пациенты есть как очень молодые, так и достаточно возрастные. Пациент 80-85 лет, 90 лет уже никого, так скажем, не удивит в нашей клинике. В нашу клинику приходят разные люди, и мы пытаемся решать их проблемы. Конечно, хочется, чтобы приходили на более ранних стадиях, не затягивали. Ну, это вот такое пожелание к нашим пациентам. Технические возможности клиники «Новое зрение» в Бресте и мастерство врачей позволяют делать все операции на органе зрения. Хирургические вмешательства абсолютно безопасны. Человек открывает для себя удивительный мир без очков, может видеть яркие цвета жизни в любом возрасте. В нашей клинике используются технологии общепринятой европейского стандарта и оборудование самого последнего поколения. Согласно европейским стандартам, клиника работает по принципу хирургии одного дня. После операции пациенты сразу уходят домой и сразу ощущают изменение жизни с новым зрением. Уже сотни пациентов Брестского региона спросили себя, а почему я не сделал этого раньше? Каждый, кто сделает лазерную коррекцию, он спросит себя, почему же я не сделал этого раньше? Вы знаете, абсолютно точно. Спросила сама себя. Вот 10 лет я думала про лазерную коррекцию, и когда сделала здесь, у нас в Бресте, я подумала, боже, ну почему же я не сделала этого раньше? К этому сложно привыкнуть. В действительности я не перестаю этому удивляться. Реально, что многие наши пациенты по-прежнему говорят одну и ту же фразу. Почему я не сделал этого раньше? Ну, доктор, наконец-таки я вас вижу, это просто приятно по-человечески. Но следует подчеркнуть, политика руководства нового зрения не приемлет погони за цифрами и показателями. Здесь в цене другие приоритеты, качество и комфорт пациента и конечный результат. Мы отличаемся в подходе к себе и в отношении к себе. И здесь очень важно знать, что клиника может совершить столько-то посещений, может совершить там 4 тысячи операций. Если сложатся условия, то мы это сделаем. А то, сколько мы сделали на сегодняшний день, это сделано уже немало. Но это практически никакой не показатель. Экономическая целосообразность, она не совсем должна влиять на качество работы, на мою медицинскую деятельность. Поэтому здесь клиника пропускная, ее способность достаточно высокая. И если будет необходимость, то мы можем, думаю, что в течение месяца выйти на запланированные цифры. Но то, что есть, это уже очень хорошо. Мы придвинули специализированную, квалифицированную помощь поближе к людям. Учитывая то, что наши технологии, наши оборудования и расходные материалы, они ни на полграмма ничем не отличаются от того, что используется во всем мире, можно с уверенностью сказать, что пациент получает максимально возможную реабилитацию. Это достигается современными материалами, современными расходными материалами, современными интракулярными линзами и оборудованием. И все это в совокупности обеспечивает, во-первых, безопасность лечения, а во-вторых, и максимально возможный функциональный результат. Конференция, на которой обсуждали самые насущные вопросы, на которой учили и учились, это еще один шаг к цели, которую поставила перед собой и перед сотрудниками руководства медицинского центра «Новое зрение» – помочь каждому обратившемуся человеку вернуть ему стопроцентное зрение. А потому в клинике работают самые лучшие хирурги – люди с огромной ответственностью перед пациентом, доверившим врачу свое здоровье. Если мы заявляем, что этот доктор достоин того, чтобы зайти в операционную и выполнять те манипуляции, которые необходимы нашим пациентам, это означает, что он на высоком профессиональном уровне, безусловно. Брестская клиника – это квинтэссенция, пафиоз, я бы сказал, без пафосничения, в развитии всех наших клиников. Все, что было наработано за эти годы предыдущее, в плане, опять же, строительных технологий, офтальмологических моментов, оборудования, подходов, все здесь воплощено в наилучшем виде. И большая честь и удовольствие побывать в такой обновленной клинике, в новом учреждении, которое является, в общем-то, все, что наработала современная мировая медицина, здесь в Брещане имеют свое распоряжение. Брещанам повезло. На протяжении многих месяцев брестские офтальмологи нового зрения заходят в операционную с уверенностью, что их пациенты выйдут в мир с другими глазами. Каждый день они стараются быть ближе к обратившемуся человеку, стараются слушать и слышать его. Они знают, что качественно, другая жизнь, с новым взглядом – это и есть их высокий статус клиники европейского стандарта. Они любят свою работу, они открыты, они готовы помочь вам и вашим близким, потому что точно знают, как. Помните, друзья, только вовремя диагностированная патология, ранняя хирургия являются гарантом сохранения вашего зрения на долгие-долгие годы. В этом контексте процитирую Альбрехта фон Греффе, немецкого хирурга-офтальмолога. Ораторы восхваляли глаза, певцы воспевали их, но действительно оценка глаза покоится в безмолвной тоске тех, кто имел зрение и лишился этого. Пришла пора прощаться, и помните, всегда есть, что противопоставить недугу. Вам здоровья! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok